Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем изучение книги «Исход». И сегодня мы будем читать вторую главу этой книги. Она начинается словами. «Некто из племени Левина пошел и взял себе жену из того же племени». Почему здесь не называется имя этого человека? Речь идет об отце Моисея. Это связано с тем, что он делал это все скрытно, потому что был приказ умерщвлять всех мальчиков, которые рождались, и каждая беременная женщина подвергалась такой опасности. И свое действие отец Моисея совершает тайно. Но есть другое объяснение. А другое объяснение такое. Отец Моисея, то есть будущий отец Моисея, он, когда узнал об этом приказе, что будут топить всех мальчиков, которые родятся в еврейском народе, он вообще перестал жить со своей женой. И тогда его дочь Мариам, сестра будущего пророка Моисея, она сказала ему, ты хуже фараона. Фараон издал указ топить уже рожденных детей, а ты лишаешь своего ребенка возможности появиться на этот белый свет. И тогда, как бы устыдившись такого обличения, он отправился к своей жене. И это такое, как бы, правило библейское, если пропадает имя человека, но говорится о неком действии, которое он выполняет, это, как бы, Писание таким образом высказывает божественное неудовольствие этим человеком. И, напротив, когда называется имя человека, потом говорится о его действии, в Ветхом Завете это значит немножко другое. «Некто из племени Левина пошел и взял себе жену из того же племени. Жена сочела и родила сына, и, видя, что он очень красив, скрывала его три месяца». То есть, возможно, действительно все это происходило в тайне, так, чтобы никто не знал, не видел. Как минимум она скрывала свою беременность, и когда она уже родила, она скрывала три месяца своего ребенка, который был очень красив. А что значит очень красив? Для каждой матери ее ребенок самый красивый на свете. Если нам что-то непонятно в Писании, мы должны вспомнить, а где впервые говорится о чем-то, что это что-то было очень красивым. Сотворение света, когда Господь сказал, да будет свет, и стал свет, и Господь воспринял свет как нечто хорошее. Это, как бы, помогает нам понять, в каком смысле рожденный был красив. Когда он родился, свет высиял в том помещении, где родился младенец. Это было знамение от Бога, что этого младенца надо оберегать. Но немогшая долей скрывать его взяла корзинку из тростника и осмолила ее асфальтом и смолою, и положила в нее младенца, поставила в тростнике у берега реки, а сестра его стала вдали наблюдать, что с ним будет. «И вышла дочь Фараонова на реку мыться, а прислужницы ее ходили по берегу реки. Она увидела корзинку среди тростника и послала рабыню свою взять ее. Открыла и увидела младенца, и вот дитя плачет в корзинке, и жалилась над ним дочь Фараонова и сказала это из еврейских детей». На самом деле в этом тексте много сложностей, если говорить об еврейском оригинале. Первая сложность немножко непонятна, зачем она пришла на реку мыться, что у нее не было бассейнов во дворце и так далее. Дело в том, что река Нил считалась священной рекою, и в этой реке совершали омовение. Чаще омовение совершали люди, которые были больны, например, проказой, в надежде, что это священная река Нил, она сообщит им исцеление. И есть предание, что дочь Фараона, она не просто пошла на реку мыться, она пошла совершать вот это ритуальное омовение, а прислужницы ее ходили по берегу реки, то есть они выбирали место, где лучше войти в воды Нила. Она увидела корзинку среди тростника, то есть она тоже выбирала место, куда ей войти, и послала рабыню свою взять ее. Но вот далее конструкция еврейского текста очень сложная. То есть она как бы видит корзинку, она понимает, что она не может до нее дотянуться, она посылает служанку, но в еврейском тексте получается, что она взяла корзинку, и она открыла ее. То есть произошло некое чудо. Некое чудо, корзинка как-то приблизилась, совершенно неожиданно, то ли течение реки изменилось, то ли что-то еще. Но именно она открыла корзинку и увидела младенца, и вот дитя плачет в корзинке, и жалилась над ним дочь Фараонова. А как она могла жалиться над этим ребенком? Ведь совершенно очевидно, что это подброшенный ребенок. Считается, что в тот момент, когда она открыла корзинку, происходит чудо ее исцеления от проказа. И на египетскую принцессу это произвело огромное впечатление, и она связывает свое исцеление с тем, что она открыла эту корзинку, и в этот самый момент произошло ее исцеление. И жалилась над ним дочь Фараонова, то есть из чувства благодарности прежде всего, и сказала, что это из еврейских детей. А как она могла это определить? Она смотрела ребенка, то ли это мальчик, то ли это девочка, и она убедилась в том, что это обрезанный ребенок. Скорее всего, он был завернут в талит, который она размотала, и по узору талита она определила, что это еврейский ребенок. И что мы видим далее? И сказала сестра его, дочери Фараоновой, то есть корзинку не просто отпустили, чтобы она плыла по реке, сестра Моисея, тогда она еще была девочкой, она бежала за этой корзинкой, смотрела, а в те руки она попадет. И сказала сестра его, то есть будущего Моисея, дочери Фараоновой, не сходить ли мне и не позвать ли к тебе кормилицу из евреянок, чтобы она выкормила тебе младенца? Опять все непонятно. А что там? Не было во дворце ни одной кормилицы. Во всем Египте не было ни одной кормилицы. Конечно, были. Но когда принцесса позвала прямо сюда этих кормилец, чтобы успокоить плачущего ребенка, они пытались его накормить грудью, но он отказывался, потому что это были египтянки, которые могли есть что-то нечистое. Например, есть предание, что преподобный Сергий, когда он был еще младенцем, он отказывался вкушать молоко от груди матери в среду и пятницу. И вот Моисей отказался. И тогда сестра Моисея, которая как бы голос из толпы, она вышла и говорит, что она готова позвать кормилицу из евреянок. Может быть, в этом случае этот младенец не будет отворачивать лицо, чтобы она вскормила тебе младенца, так она сказала дочери фараона. Дочь фараонова сказала ей, сходи. Девица пошла и призвала мать младенца. Дочь фараонова сказала ей, возьми младенца всего и вскорми его мне, я дам тебе плату. Конечно, дочь фараона знала, что многие еврейские женщины, детей мужского пола, которых утопили в Ниле, они полны молока в грудях, и это было, конечно, решение этой проблемы. И, собственно, мать Моисея начинает кормить его, и еще за это получает плату. Действительно, Господь не попустил бы зла в этом мире, если не имел бы намерения само зло обратить в добро, как учит блаженный Августин. Женщина взяла младенца и кормила его, и вырос младенец, и она привела его к дочери фараоновой, то есть кормили где-то до двух лет, и она привела его к дочери фараоновой, и он был у нее вместо сына, и нарекла имя ему Моисей, потому что говорила она, я из воды вынула его. Имя Моисей не означает вынутый из воды, это ошибка. Тогда бы его имя звучало бы как Машуй, а не как Моше. Имя Моисея означает вынимающий из воды. Он же вывел еврейский народ сквозь Черное море прошедший. И она как бы говорит, как я его вынула из воды, как бы говорит дочь фараона, и он тоже будет кого-то вынимать из воды. Спустя много времени, когда Моисей вырос, случилось, что он вышел к братьям своим, сынам Израилевым, и увидел тяжкие работы их, и увидел, что египтянин бьет одного еврея из братьев его, сынов Израилевых. Только в Новом Завете это проповедь архидиакона Стефана, там говорится, что когда Моисеев вышел посмотреть, как живут его братья, Моисеев было 40 лет. Архидиакон Стефан называет эту цифру, отталкиваясь от известных преданий, которые в то время существовали в обилии в еврейском народе. Итак, Моисей стал принцем Египта. Моисей не просто принц Египта, он герой Египта. В древних торгумах еврейских рассказывается о том, что он был военачальником от всего Египта, когда была война Египта с Эфиопией, и он одержал серьезные победы для египтян. Так что египтяне немножко стали его побаиваться. И вот он увидел, что один египтянин бьет одного еврея, избратьев его, то есть он не забыл о своем еврействе, он знал о нем. Посмотрев туда и сюда и видя, что нет никого, он убил египтянина и скрыл его в песке. Вот здесь немножко непонятно, если человек принц Египта, если это известный военачальник, зачем ему смотреть туда и сюда, чтобы убить какого-то надзирателя. Такое могут предполагать только люди, которые плохо знают законы Египта, где каждый господин обладал великой властью, тем более принц Египта. Что же значит эти слова, посмотрев туда и сюда? Будучи пророком Божьим, а он посмотрел как бы в прошлое этого человека, есть такое объяснение, потом посмотрел возможное будущее этого человека, если он останется жив, ничего хорошего не увидел и он его умертвил. причем Климент Александрийский настаивает на том, что он умертвил его каким-то таинственным образом. Он просто приблизился к нему и произнес одно из имен Божьих. Этого было достаточно, чтобы сердце язычника лопнуло и он мертвый упал на землю. Поэтому после этого Моисей будет опасаться, что узнают не о том, что он кого-то убил, а узнают о том, как он это сделал. Как он это сделал. Посмотрев туда и сюда и видя, что нет никого, он убил египтянина и скрыл его в песке. И вышел он на другой день, и вот два еврея ссорятся и сказал, он обижающему «Зачем ты бьешь ближнего твоего?» Мы видим, что у Моисея обостренное чувство справедливости, ведь его имя означает «вынимающий людей из вод». И он всегда очень болезненно реагирует на каждую такую ситуацию. Сначала он увидел, как египтянин бьет еврея, он вмешался. Теперь он увидел, как два еврея ссорятся, он вмешался. Потом в стране Мадиамской он увидит, как нападают на дочерей священника Яфора какие-то пастухи, он тоже вмешается в этот конфликт. Только такой человек, у которого обострено чувство справедливости, может стать настоящим лидером и вождем своем народе. Только таких людей, у которых обостренное чувство справедливости, Господь и избирает на такое ответственное служение, быть лидером и вождем в Божьем народе. И вышел он на другой день, и вот два еврея ссорятся, и сказал он обижающему, зачем ты бьешь ближнего твоего? А тот сказал, кто поставил тебя начальником и судьею над нами, не думаешь ли убить меня, как убил вчера египтянина? Здесь именно подчеркивается, как убил вчера египтянина. То есть это выглядело как какой-то колдовство, люди не могли понять, и это представлялось для них неким таким секретным оружием. Но Моисей понял, что об этом уже все знают, об этом все судачат. И далее мы читаем, Моисей испугался и сказал, верно узнали об этом деле, то есть не о том, что он убил, а о том, как он убил. И услышал фараон об этом деле и хотел убить Моисея. То есть если Моисей обладает такой силой, что он словом может умертвить человека, это секретное оружие, и фараон испугался. А зачем бояться своего военачальника, принца Египта, это было бы непонятно. Но Моисей убежал от фараона и остановился в земле Мадиамской и придя в землю Мадиамскую сел у колодезя, то есть он покидает Египет и отправляется в землю Мадиамскую. Он прошел пустыню и сел у колодезя. У священника Мадиамского было семь дочерей, которые пасли овец отца своего Иофора. Вот все тут непонятно. Как это у священника там семь дочерей это ничего необычного нету. А почему они какие-то пастушки пасут овец у своего отца? Есть такое предание, которое объясняет в чем дело. Этот священник Мадиамский пребывал в поисках Бога. Он когда-то был языческий священник, как учат это древнее предание. Но потом он понял, что Бог един. И он стал обличать идолопоклонство в своем собственном народе. И тогда все против него восстали, от него ушли его пастухи, он потерял все богатства, которые имел, и теперь с ним остались только его дочери. У священника Мадиамского было семь дочерей, которые пасли овец отца своего Иофора, потому что все пастухи разбежались, они пришли, начерпали воды и наполнили корыто, чтобы напоить овец отца своего Иофора, и пришли пастухи, то есть той же местности, и отогнали их, как-то отгонять дочерей своего священника. совершенно очевидно, что к нему общественное отношение изменилось. И эти пастухи отгоняют этих пастушек. Тогда Моисей, у которого обостренное чувство справедливости, встал и защитил их, и начерпал им воды, и напоил овец их. И пришли они к Рагуилу, отцу своему, и он сказал им, что вы так скоро пришли сегодня. Надо прямо сказать, что у этого тестя Моисея несколько имен, до четырех разных имен. А каждый из имен раскрывает нам какое-то качество этого человека. Это был такой многогранный человек. И вот он спрашивает, почему они так скоро пришли, потому что он привык к тому, что их все время отгоняют от колодзи, хотя он священник этой местности, правда, уже как бы бывший священник. Они сказали, какой-то египтянин защитил нас от пастухов. То есть Моисей был одет как египтянин. Он убежал из Египта. И даже начерпал нам воды и напоил овец наших. Он сказал дочерям своим, где же он, зачем вы его оставили, позовите его, и пусть он ест хлеб. На самом деле ест хлеб это некий эфемизм, который может означать, правда, не всегда, пусть он здесь живет с вами, то есть станет с кем-то из вас мужем. Моисею понравилось жить у всего человека. Он, то есть этот священник, выдал за Моисея дочь свою Сепфору, она зачала и родила сына. И Моисей нарек ему имя Герсам, Герсам, а потому, что говорил он, я стал пришельцем в чужой земле. Это имя от слова Гер, то есть пришелец. И зачав, еще родила другого сына, и он нарек ему имя Елиазер, сказав, Бог отца моего был мне помощником и избавил меня от руки фараона. Это имя тоже говорящие имя, Елиазер, оно указывает на помощь Божию. Спустя долгое время умер царь египетский и стенали сына Израилевы от работы и вопияли и вопль их от работы вошел к Богу. И услышал Бог стенание их, и вспомнил Бог завет свой с Авраамом, Исааком и Яковом, и увидел Бог сынов Израилевых и презрел их Бог. Здесь есть некая такая сложность. Стенали сыны Израилевы от работы и вопияли и вопли их от работы вошел к Богу. А что не каждый вопль восходит к Богу. На самом деле в Библии говорится только о некоторых грехах, которые вопиют к Богу. Это угнетение людей, этот грех вопиет к Богу. Это когда обижают вдов и сирот, это преступление тоже вопиет к Богу. Это убийство, кровь Авеля, которого убил Каин, она тоже вопияла к Богу. Это содомский грех, который тоже вопиет к Богу. Что значит услышал Бог стенание их? Когда говорится услышал, это означает услышал молитвы, обращенные к нему. и Господь уже отвечает на эти стенания, на эти просьбы. Слово «вспомнил Бог завет свой» – что значит вспомнил? Это антропоморфизм, Бог ничего не забывает. Когда говорится «вспомнил», надо понимать, что счел, что наступило время, когда надо исполнить то, что Он обещал. И призрел их Бог, призрел взглянул, то есть начал проявлять свою заботу о них. Итак, сегодня мы окончили изучение второй главы книги «Исход». Если будем живы, Господь позволит, в следующий раз мы будем читать с вами третью главу этой книги. Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать сообщения о новых беседах на новые главы. Спасибо вас, Христос! «Экзегет»!»